Ну, насколько я поняла, вопросы были связаны с тем, как человек может сам с собою поработать так, чтобы ему стало хорошо жить, да, работая с собеждениями. Ну, короткая предыстория, да, мне попался на глаза анекдот про монгольскую шиншиллу, которая, собственно, от того, что она родилась в Монголии, она стала такая страшная, это натолкнуло на идею, собственно, работы с тем самым прошлым, да, родился этот пост, вот, ну и, собственно, да, захотели в комментариях, в комментариях плюсики люди ставили на тему того, что вот интересно, интересно про убеждения, интересно про поковыряться с вот этим. Поэтому мы об этом и поговорим, вот. Итак, и вот еще такая интересная вещь была там упомянута, и она, конечно, связана там с системой убеждений, и действительно, если бедная шиншилла была уверена, что вот там вот печально и грустно, то, соответственно, это отражалось на ее внешнем виде, да, это тесно связана и с ее концепцией, с представлением бедной шиншилла самой себе, да, я думаю, эта тема будет очень интересна женской аудитории, да, в общем-то, и не только, наверное, женской. Что-то со мной не так, за что мне это, почему именно я родилась в Монголии, да, почему вот это вот произошло именно со мной, наверное, наверное, что-то со мной не так. Это один пласт тех самых ограничивающих убеждений, но мы говорим об этом всегда, ну, мы упоминаем, иногда вспоминаем на курсе практик, да, и совершенно точно обязательно говорим всегда на курсе лопимастер о трех группах ограничивающих убеждений. Это убеждения и о себе, о том, что, о том, что я там чего-то недостоин, ну, в широком, в широком смысле слова недостоин, там можно проводить параллели там с каким-нибудь там первородным грехом, да, ну, то есть, в смысле в чем? Со мной что-то не так, да, что-то не так может быть всякое разное, там это может быть там и красивый, и некрасивый, да, и умный, и неумный, там и тупой это плохо, и слишком умный это плохо. Убеждение, которое говорит о том, что человек принципиально не таков. Убеждение, которые, группа убеждений, относящиеся к миру, к некоторому какому развитию ситуации, да, может ли в мире вообще что-то развиваться по хорошему сценарию, может ли, есть ли надежда в мире, да, есть ли идея о том, что станет лучше, что как-то стакан начнет это наполняться. Да, и, в конце концов, наполовину наполнится, да. Вот. И третья группа убеждений, это убеждение о ресурсах, убеждение о возможностях. То есть, может ли их быть достаточно, получится ли ими воспользоваться, можно ли что-то изменить. То есть, убеждение, вера в некоторые свои силы. Ну, давай посмотрим на это с такой точки зрения, да, что, в принципе, люди, которые убеждены, что с ними все в порядке, которые убеждены, что мир полон ресурсов, которые убеждены, что он всегда может изменить свою жизнь в ту сторону, так, как ему хочется. Они, собственно говоря, и так живут себе спокойно, и вряд ли они очень много посвящают времени поискам вот этого смысла жизни, тренингов, каких-то обучающих программ и так далее, развивающих. Потому что у них и так все в порядке, то есть система убеждения позволяет им быть эффективными, вот. А у тех людей, у которых возникает вопрос о том, а есть ли эти ресурсы, да, есть некоторая часть убеждений, которая говорит о том, что, наверное, они есть, но, может быть, их недостаточно, или их нет у меня, да. И мы понимаем, что вот это как раз-таки точка для работы, как только человек-то задумался над тем, там, насколько он хорош, да, то есть это значит, что, в принципе, идея о том, что он хорош у него существует, но, может быть, он и недостаточно уверен, и он ищет подтверждение, да, для того, чтобы укрепить эту самую позитивную ресурсную часть знания о себе, да, сделать ее сильнее, да, как в той притче, да, от какого волка ты кормишь, что-то волк становится сильнее, да. Умный волк или не очень умный? Здесь, здесь надо бы, вот, про убеждение, наверное, немножечко, чуть больше, какого-то порядка навести, да. Убеждение у любых, точнее, у всех человеков, да, убеждение в любом случае есть, абсолютно у всех есть, там, у кого-то больше, у кого-то меньше. Вопрос в чем? Вопрос в том, что с легкой руки Роберта Дилтс, да, из его книги возникла идея ограничивающих убеждений, ну, я думаю, не только из его книги, я думаю, там, вряд ли он прям перво проходит, скорее всего, это знали и до него, и не все обязательно прочитали в этой книге, но именно в его книге о фокусах языка описывается вот это вот, ну, с нашей, может быть, Нелдовской точки зрения, описывается концепт ограничивающих убеждений, и он говорит о них совершенно, совершенно, как бы, четко. Это убеждения, которые и, как бы, и ухудшают где-то описание мира, да, но не просто его ухудшают, а еще и это все усиливают, то есть делают это все, там, гиперболизированным, большим, да, используются вот те самые, ну, кто Нелдов, кто в теме, да, используются те самые квакванторы всеобщности, да, то есть никто, никогда, я всегда плохой, у меня никогда ничего не получится, то есть вот так, когда убеждение начинает абсолютизироваться, вот тогда оно становится вот тем самым абсолютно ограничивающим в Роберта Дилтсовском смысле этого слова, то есть убеждение о том, что для того, чтобы, там, стать богатым, нужно как следует долго трудиться, оно, ну, не является в полном смысле ограничивающим, ну, возможно, оно, там, как-то закрывает у человека возможность, там, выиграть в лотерею, да, но тем не менее, оно, оно, тем не менее, оставляет, там, ну, да, может быть, сужает в каком-то смысле выборы человека, но это убеждение, ну, так сказать, написательные меры, да, убеждения, можно сказать, что какие-то такие, там, тактические, я не знаю, как это можно сказать, да, мы, с ними мы нормально живем, они описывают, что, типа, там, извините, для денег нужно работать, как бы, есть другие варианты, человек его знает, может, есть, может, нет, ну, как вот, это совершенно точно есть, человек говорит, ну, ладно, хорошо, я тогда пойду работу, все, и нормально, и в этом смысле, может быть, чуть-чуть не нравится, может быть, может быть, там, как-то ощущается, что, что-то, как-то, вот, ну, хотелось бы немножечко, что-нибудь, может быть, другого, но... Есть еще варианты, да, кроме того... Да, можно, можно что-то еще там узнать, да, можно как-то, вот, может быть, что-то еще есть, может быть, там, к коучу сходить, там, может быть... Ну, кстати, это прекрасные возможности открываются для помогающих профессий, когда человек ищет еще какие-то варианты, да, то есть вариант, например, много работать он знает, окей, и это тоже хорошо, потому что уж если совсем ничего нет, ну, по крайней мере, это понятно, что нужно делать, да, но если есть еще какие-то идеи, и эти идеи проще, и они смогут помочь достичь цели быстрее, ну, тогда вот отключаются вот те самые и обучение, и мотивации, да, и коучинг, и психотерапия, и, в общем-то, действительно открывают человеку больше возможностей. При этом, опять же, есть такой интересный момент, мы говорим, ну, мы подробно рисуем картинку с множеством концентрических кругов относительно убеждений, если у человека есть убеждение вот то самое ограничивающее, то есть ничто, никто и никогда, то вот как раз с таким-то убеждением, с таким-то убеждением жить, наверное, невозможно. То есть невозможно жить явно перед собой, да, актуально, видя, что у тебя ничего не получится, как бы ты ни старался, да, или что ты принципиально там плох. У нас тут, я параллельно буду обращать внимание там на вопросы, да, по ходу с Фейсбука, Максим, убеждение равно взгляду, точка зрения, ну, можно и так сказать, скорее, давайте, скорее, описание мира, то есть убеждение, как некоторые выводы о мире, как устроен мир. Так вот, убеждения вот те самые, которые прям сурово ограничивающие убеждения, вот те самые глубинные, если есть они, то они тоже приводят к тому, что вокруг них человек накручивает каких-то объяснялок. То есть невозможно жить и верить в то, что со мной что-то не так, что я, как бы, туп и вообще никак, да. Это, ну, бессмысленно жить с таким убеждением, нужно что-то придумать. Вокруг этого надо что-то придумать. Там, ну, это потому что вот это, это потому что вот это, это вот там Советский Союз, или школа, или родители, или страна не та, или еще что-то, или вот в детстве там у меня учительница там на меня ругалась по английскому языку, например, там злая бабка была, и поэтому я вот не способен к языкам, после этого там у меня все как бы вот. То есть и ситуация начинает выглядеть забавным образом. То есть люди, люди, у которых есть вот эти глубинные ограничивающие убеждения, люди, у которых их нет, у них, у обоих есть все равно некоторое описание мира, в котором, в принципе, существует нормальный успех. Существует успех, к нему можно дойти, да, к нему можно как-то двигаться, вот, просто у одного не получается. То есть все нормально, вроде бы описание одно и то же, да, вроде бы все хорошо, вроде бы и делают одно и то же, но у одного, у одного получается, ну, да, например, там через старание, то есть надо все равно ходить на работу, да, надо, например, там упираться, но тем не менее получается. А другой тоже упирается, тоже ходит, да, почему-то не получается. Где-то возникает какой-то странный непонятный саботаж или что-то еще. И вторым ключевым моментом, наверное, ключевым моментом, как сказать-то, калибровочным моментом, для того, есть ли куда колупаться с этими самыми ограничивающими убеждениями, является на самом деле нежелание идти к психологу. Ну, не только, может быть, для этого характерно, но в том числе. То есть, человек, у которого есть только, может быть, не самое корректное описание мира, но за ним ничего такого нет, он спокойно придет к поводу, скажет, слушай, что-то у меня вот как бы не прет, надо что-то там подкрутить. Ну, подкрутят и нормально. Человек, у которого за таким же точным описанием мира есть там внутри понимание того, что все плохо и ужас-ужас-ужас, да, он к психологу не пойдет, потому что он где-то там подсознательно помнит, что если начать туда ковыряться, то мы до туда дойдем. А там неприятно, он оттуда уходил, да, он оттуда насыпал вот эти вот землиные валы. Да, ну, во-первых, там очень сильно неприятно, да, а с другой стороны есть еще такой момент, а вдруг меня вылечат, да, а у меня тут как бы я уже все знаю, у меня тут уже все понятно, все настроено, все налажено. Да, тут уже все находится под моим контролем, по крайней мере, и как же этого лишиться, да, а что потом, а как же потом, вот. Вот, и когда, ну, люди начинают писать о том, что там богатство, и его хотелось бы получить, но там оно дается тяжелым трудом, или там еще какие-то варианты, да, но есть еще такие ограничения сразу-то всплывают у многих там, что там перестанут любить, что богатый это плохой человек, да, там он бессовестный, там идет по головам, ну, это касается в том числе, да, там карьеру, когда люди начинают строить и не могут ее построить, это тоже связанные вещи, да, то есть фактически человек боится потерять сейчас вот что-то хорошее, то хорошее, что есть сейчас, при недостатке чего-то, тем не менее, готов мириться с этим, но ни в коем случае не вылечиться, да, там, ни в коем случае не предали. То есть тоже вот вторая сторона медали, которая может тормозить поход к психологу, там, помогающему человеку. Вот, и где-то, где-то я уже писал не так давно в этих самых социальных сетях на тему, на тему небольшой калибровки, попробовать себя похвалить за что-то, за какие-то реальные достижения, похвалить, ну, так, честно, да, честно, нормально, вот, там, молодец, достиг, там, все, что, там, что жизнь улучшается, да, просто вот, ну, признать свои, там, личные заслуги, личные достижения, улучшение жизни. Если в этот момент возникают внутри какие-то, там, протесты, сомнения, желание, там, что-нибудь найти в этом срочный изъян, там, что-то еще, да, нет, на самом деле, там, чуть-чуть не так, чуть-чуть не здесь, это вот случайность, это еще, там. Ну, человек в этом случае что делает? Он, как бы, снимает с себя ответственность за достижение собственного успеха, вот, у него что-то хорошо получилось, ему говоришь об этом, хвалишь, да, говоришь, молодец, а он наоборот, да, говорит, ну, это не совсем я, так, чуть-чуть не поможет, не поможет, не поможет, не поможет, ай-яй-яй. Потому что, если в голове, вот там, внутри, да, если там действительно есть вот то самое ограничивающее убеждение на тему того, что у тебя не могло получиться, а тут тебе говорят, молодец, слушай, ты сделал, ты вообще-то взял, вот, ресурс, да, и хв, и достиг. Ну, у меня там в голове написано, что я не мог так сделать, я не способен, я не могу это делать, это явно не я, то есть, кто пудот не я. Вот, нет-нет-нет, и молодец, не я, потому что у меня там тоже записано чего-то совершенно противоречащее вот этому всему. Да. Дальше можно цепляться, дальше за вот эту вот экологию, да, как по-нашему говорится, да, за те самые протесты, за них можно цепляться и идти. И это вот хороший повод, это хороший повод идти в ту самую там технику римпринтинга, идти в прошлое, за этими ощущениями очень легко идти. Они там, как правило, там через жизнь всю проходят, там, 5, 10, 15, 20, может быть, ситуаций похожих, когда это серьезно включалось, эти ситуации можно тоже переделать, трансформировать, там, как-то они даже называются, эти ситуации, там, то ли, то ли, может быть, и травматизация, это про них, то ли там какие-то там вторичные импринты, ну, в общем, дальше уже, дальше уже все более-менее с этим понятно. Главное, главное, эту штуку зацепить. Там, аффирмации тоже неплохо. Когда мы начинаем всякие волшебные фразы говорить, там, все прекрасно, там, все офигенно, там, все получится, все возможно. Самая волшебная фраза, там, женщина Советского Союза, самая обаятельная и привлекательная, да? О, или так, да. То есть, причем, ну, причем аффирмации, да, вот, кстати, глядячи на аффирмации, тоже там можно как раз посмотреть, какие из них на себя, какие на ресурсы, какие на мир, и прямо вот можно их тоже пачечкой исследовать и смотреть, есть ли там, опять же, протесты или нет, возникают они или нет. Есть, опять же, там, эта прикольненькая техника, типа автоматическое письмо, да, так, по-моему, называется. То есть, озвучим аффирмацию и потом как-то тут же на листочке бумажки пишем, но и что из головы идет, прям, прям так и пишем. То есть, вот они, получается, наши, да, самые, ну, может быть, это не прямо вот то самое убеждение, да, может быть, это какие-то его там осколки, отголоски, попытки его выразить как-то, но, тем не менее, они прикольные. Если вы штук 5-6, например, таких вот вдруг выпишите, да, если по какой-то теме у вас возникнет идея, что да, вот эти вот можно выписать, то потом вот их можно перерабатывать теми самыми фокусами языка. Вот тут фокусы языка прям вообще в тему. То есть, их можно прям брать, можно... У нас есть игра. У нас есть игра по фокусам языка, настольная игра по фокусам языка. Мы ее придумали, втроем сделали, продаем, проводим. Там есть карточки с ограничивающими убеждениями для проработки. Но можно не только эти карточки, вот можно как раз-таки, значит, собрать, да, вот там смысл. Можно свой список возражений, да, после слова «но», которое появляется, сразу им это брать. Более того, мы так делали, да, мы так делали на мастерских. И да, их прорабатывают тогда. Это вот снимает вот эту самую шелуху, да, и позволяет, ну, либо там, может быть, что-то вырезать, либо действительно вот эти просто переработаются и уйдут, когда станет там как-то больше веры, там, вот эти самые, может быть, не в чистые такие аффирмации, но в близкие к ним. У нас там опять вопрос. Максим, да, если я уберем, что ничего достигать не надо, мне и так хорошо, то это ограничивающее убеждение. Максим, если и так хорошо, и это искренне хорошо, то это не ограничивающее убеждение, это, ну, просто констатация факта, и, в общем-то, с этим можно спокойно жить и ничего не делать. Но если вы чувствуете дискомфорт какой-то, но потом мысленным взором смотрите на свою жизнь, или вам помогают на нее посмотреть и говорят, да ладно, ну что-то у тебя же там, на работе все хорошо, там, в семье хорошо, что ты с жиром бесишься, например, а вы так смотрите, ну, и возразить формально нечего, а внутри что-то как-то вот, ну, что-то не то, вот, тогда это действительно ограничивающее убеждение, да, потому что мы все равно должны ориентироваться на некоторую конкурентность, да, я ощущаю, и я даю оценку тому, что я ощущаю. Если ощущения и описание этого ощущения, они совпадают, то все, значит, это вот, ну, все хорошо, значит. Если, например, есть противоречия, да, там, чувствую одно, думаю другое, это как раз-таки то место, над чем есть смысл задуматься и с чем поработать. Если прям вообще строго логически подойти вот к тому, что Максим пишет, то есть, если человек говорит, ничего достигать не надо, мне и так хорошо, ну, да, оно как бы отчасти ограничивает вот в том самом достигать не надо, то есть, ну, да, оно просто говорит, что типа там, ну, вот этого все, да, не надо, да, ну, да, оно сужает возможности в мире, оно немножечко ограничивает этот самый мир, но оно его ограничивает, оставляя достаточно, ну, видимо, достаточно большую зону комфорта. Ну, то есть, то, о чем Юля говорит, да, если там внутри все в порядке, ну, значит, нормально, ладно. То есть, это, ну, как бы, есть, наверное, такое понятие, зона комфорта в хорошем смысле, зона комфорта в плохом смысле, да. Вот, это зона комфорта в хорошем смысле слова. То есть, в принципе, все есть, то есть, ценности реализуются, да, там, ну, все там по какому-то уровню, там, ну, можно там чуть выше притязаний, там, может быть, вровень с притязаниями. Ничего, ничего сверх этого особо не нужно, ну, и ладно. То есть, ну, да, это самая зона комфорта в хорошем смысле слова. Да, вокруг вас будут бегать поучи и кричать, выходи из зоны комфорта, там, у нас тут тренинги, ответить на них не приходишь, да, там. Окей, ну, ладно, да, будет, с интересом можно сходить. Вот, но это не та зона комфорта в плохом смысле слова, да, которое мы тоже говорили, что человек вокруг реально плохих убеждений, каких-то о себе, да, о мире построил какую-то такую песочницу, где более-менее хоть как-то все работает, да, и он вот там как-то спрятался, где не дует, да. Ну, то есть, везде холодный ветер и ужас, да, он нашел вот одно место, где дует поменьше. Да, давайте понимать... Как-то терпимо, да? Давайте будем смотреть на эти вещи шире, да, и ограничение, и ресурсирование. Это понятие очень относительное и контекстно зависимо. Ну, например, взять убеждение о том, что там, ну, нужно быть честным, оно, казалось бы, очень хорошее и правильное убеждение. Действительно, нужно быть честным, и это хорошо, мы в социуме, и как бы, да, окей. Но входит ли туда, например, вот идея о том, что когда ты видишь там человека, который там, ну, я не знаю, там, не выспался, там, заболел, и выглядит он, откровенно говоря, плохо, честно, вы же не будете ему об этом честно говорить в ответ, ну, как я выгляжу, да, вы что скажете, да, выглядишь отвратительно, вот. Ну, опять же, ну, кому-то вы можете позволить себе так сказать, да, ну, наверное, это несколько человек, вот, ну, явно не всем подряд, и тем более не коллегам на работе, и тем более не когда женщины, даже самые близкие, вот. Поэтому, да, конечно же, быть честным, это очень хорошее, поддерживающее ресурсное убеждение, вот. Но, наверное, в каких-то контекстах вы способны его, это, за него выхватить. Или там, например, поймали человека фашиста. Это как фашисты, фашисты поймали человека и спрашивают, где находится штаб при поезде. Он честно ответил. Ну, тоже, наверное, честность в данном случае не лучше говоря. Ну, это вот, давайте повторимся еще раз, это, это вот те самые убеждения, которые, которые убеждения описания. Они создают некоторое описание мира, мы в рамках него действуем. Да, это описание тоже в чем-то нас ограничивает. Но оно нас ограничивает в том смысле, что мы, ну, просто задает, задает социальные условности какие-то, да, задает какие-то такие общие, общие штуки. В конце концов, именно вот эти вещи делают нам, ну, социальную какую-то вот эту самую среду. То есть общность вот в этих вот убеждениях, описаниях, эта общность создает вот ту самую, я забываю, умные слова. Совсем забыл умные слова. Возвращаетесь умные слова. Создает, создает вот общность, общность мыслей, общий образ мыслей, да, мировоззренческая, единая, то есть что отличает, например, там, ну, там, русских от американцев, да, есть некая картина мира. То есть в нее, в нее вряд ли, в картину мира, вряд ли входят вот те самые убеждения ограничивающие, которые там, что вообще ничего быть не может, да, это, ну, это вряд ли. Но в нее входит некоторое описание мира, вот то самое, что там, надо ли быть хорошим или плохим, надо ли быть там честным или нечестным. То есть у кого-то, например, там честным прям надо быть, а там потом какие-то там оговорки, условности, и то не у всех, да, а у кого-то, ну, в другой культуре, там, например, сразу с оговора начинается речь, а потом подытоживается, ну, в целом, конечно, надо быть честным. Вот. И тут получается, что, ну, в принципе, вроде как, да, но просто этот человек немножко по-другому себя чувствует, чем эта в ситуации вынужденного, вынужденного жена, например. Да, и если подходить к таким высказываниям, к таким описаниям мира, которые действительно формируют некоторую реальность, ну, достаточно у нас строго, да, абсолютизировать, то можно попасть, попадать, ну, в разного рода ловушки, да, то, что, например, хорошо в детстве, да, хорошо быть послушным ребенком, да, тогда и родителям хорошо, они тобой гордятся, они тебя там хвалят и пророчат тебе светлое будущее, но почему-то потом мы слышим огромное количество анекдотов, что, там, очередную встречу выпускников проводят на яхтах троечника, да, откуда вдруг? Ну, наверное, в этом тоже есть какой-то подвох. Значит, что-то не так система убеждений, да, с некоторыми идеями абсолютизации, вот, плохости, честности или нечестности, поэтому давайте понимать, что все-таки любая идея, которая описывает наш мир и которая формирует, позволяет нам мир фильтровать, да, то есть принимать те или иные решения в каждый конкретный момент, они действительно хороши в свое время, на своем месте, да, вот, если там ведет к эффективному результату, тогда да, это убеждение поддерживающее, если ограничивает, тогда это убеждение ограничивающее. Ну, и, как правило, все-таки убеждения и описание мира, которые, ну, находятся в достаточно высоком логическом уровне, они все равно не меняются у нас ежедневно, они могут меняться при смене возрастных периодов, они могут меняться при смене, может быть, социальных статусов, да, при смене профессиональной деятельности и так далее, когда есть смысл просто пересмотреть некоторую свою систему убеждений или знаний о мире, и, возможно, что-то нужно оставить в прошлом, а как изжившие себя, да, то, что хорошо верить детям, например, не очень полезно, и, вот, наоборот, не полезно верить и поддерживать взрослым, потому что это хорошо или плохо, ну, а потому что ты уже взрослый, да, ты уже должен иметь другие ориентиры, и это не вопрос принципиальности или предательства себя, это, наверное, скорее уже вопрос некоторой адекватности оценки происходящего. Еще вопрос, да, Максим. Постоянная неудовлетворенность, ограничивающая возможность жить спокойно. Это тоже ограничивающее убеждение. Давайте, давайте немножко, ну, немножко структурнее, да, разделять, разделять чувства, эмоции, состояния и описание. То есть, убеждение – это описание мира. В описание мира, может быть, и входят эмоции, как описательный, опять же, момент, но само по себе описание просто описывает мир. То есть, например, убеждение могло бы быть таким, да, там, человек обязан стремиться, там, все выше и выше, да, ну, то есть, всегда нужно стремиться к большему, например. Это убеждение. Само по себе оно, если, если концептуально, если по словам, если по картине, которое она рисует, оно само по себе никакое. Ну, то есть, там нету, оно не вызывает напрямую эмоций. То есть, в нем не записано, типа, там, ты должен страдать, да, или, там, чувствую себя вот так. Нет. А вот в результате столкновения реальной жизни с этим убеждением у человека, например, постоянно возникает неудовлетворенность. То есть, мы смотрим объективно, вроде все нормально, но почему-то там свербит, да, и хочется куда-то дальше двигаться. Хотя, вроде бы, некуда, да, вроде бы там. Почему? Мы об этом говорим? Да, может быть. Но тогда вот эта вот неудовлетворенность, давайте это состояние, это состояние, которое по поводу, там, сравнения происходящего с некоторым, там, эталонным описанием в голове. То есть, если мы начнем, например, сейчас, вот, ну, Максим, да, предположим, что вы про себя говорите. Если мы начнем вас спрашивать, то есть, а почему, ну, почему там ты не можешь жить спокойно? Почему, почему там не сидится на одном месте? Да, чего тебе не нравится? Вы начнете рассказывать, там, с примерами, с чем-то еще, а мы снова будем спрашивать, а почему вот это так, да? А почему вот это так? Вы такие, ну, потому что там надо, там, вот это. А почему надо? А что будет, если там, если вы не будете это делать? И рано или поздно вы чего-нибудь такое скажете. Типа там, ну, ведь надо же, чтобы вот, и там, и вообще вперед, да? Причем скажете, скорее всего, в таком, в таком формате, типа, ну, что ты тупые вещи спрашиваешь? Это же все знают. Это же понятно. И это как раз таки будет нам маркером того, что вы, что вы проговорились и высказали именно вот то самое убеждение, которое, которое не просто тактическое описание мира, а которое вот находится где-то там в не особо осознаваемой зоне и представляет из себя аксиоматику мира. Вот ту самую аксиоматику, где в том числе может быть записано, что у тебя все равно ничего не получится, или записано, что ты должен всегда перечь вперед. То есть вот такая вот аксиоматика. И тогда, да, тогда она как бы вытаскивается, тогда можно, конечно, с ней дальше что-то делать. Смотреть, там, переделывать, как-то трансформировать ее. Вот. В том числе, а, ну, в том числе чего? Ну, мы сейчас не будем каких-то особых техник по этому поводу говорить. Техники ремпринтинг, техника изменения личностной истории, это все позволяет прорабатывать вот эти корневые события, там, трех-четырехлетнего возраста. И последующие, которые происходили. Вот. Потом с теми же самыми тоже убеждениями, которые относительно себя, относительно человека, ну, тоже, они, скорее всего, уже превратились в те самые я-концепции. То есть когда человек уже не просто где-то там внутри чувствует, что с ним может быть что-то не так, а он чисто конкретно уже знает, что с ним не так. У него огромная база примеров, подтверждающих это самое не так. Он уже откровенно уверен, что он вот такой, и это уже все. Вот. И это уже все. А? И это уже все. Это уже все, да. Ну, и с я-концепцией, конечно, тоже можно работать, опять же, тоже, не самые сложные. Да. Ну, да, Максим, или поймете, что не надо, и это просто описание, и оно просто ограничивает. И здесь вариантов может быть несколько, да, либо само по себе осознание факта просто разрушает это описание и перестает быть необходимостью, перестает, включать вот эту потребность в достижении. Вы просто всю свою освободившуюся энергию, да, переносите на те контексты, которые нуждаются в вашем внимании и наслаждаетесь жизнью, да. Вот. Либо вы понимаете, что, да, это вас ограничивает, но, например, привычка просто настолько сильна, что действует автоматически, но тогда просто используются техники, как Андрей уже сказал, реимпринтинг, объединение личной истории, там, либо работать все концепции, если там включена идея, ну, то есть, ну, это уже фактически дело техники, на самом деле, все дальше гораздо проще. Осознание – это самый важный момент. Тут действительно нет смысла, нет смысла, не знаю, какой раз про техники говорить. Их много, вариаций много, это все, это все реально вторично. Самое главное – это вот найти. Поэтому мы и говорим, да, вот там, то самое, то, что сейчас демонстрировали, отчасти с Максимом, и самое там, почему, что случится, ну, это как бы та старая, старая добрая метамодель, по большому счету. Ну, просто, что примененное, направленное именно вот на поиск убеждений. Это те самые аффирмации и сомнения в них, и дальше уже там по сомнениям раскручиваем. И те же самые там телесные зажимы, мы с них тоже работали. Это все тоже известные и понятные вещи. Лишь бы туда хоть как-то пробраться, да, лишь бы это вылезти. Ну, и в том числе, конечно, это и понимание того, что идти туда, если там реально есть, вот там, в той самой там глубинной аксиоматике, если там что-то реально неприятное есть, то идти туда не прикольно. Идти туда, конечно же, нехорошо, идти туда человек не захочет, идти туда будет неприятно, но, как бы, тем не менее, если, если все-таки есть понимание, что надо, тогда, конечно, да. обычно был, был опять же случай такой, в общем, началась работа с обращения о том, что надо было девушке выступать, надо было выступать на публике, там такое не очень сложное выступление, тем не менее, у нее было прям вот, ну, такое, страх, неприятие, нежелание, стеснение, сильное, ну, то есть, такой комплекс, я говорю, бодрых эмоций, да, она говорит, ну, вот мне с этим немножечко поработать, я не понимаю, как выступать, у меня вот эмоции такие, хорошо, поработали, как выступать, очень просто, техники элементарные, там, генератор нового поведения, поделали, там, 30 минут, все нормально, она пошла выступать, провела, там, репетицию выступления, все прекрасно, все работает, все хорошо, через два дня, по-моему, приходит, говорит, у меня теперь, как это выступление, реальное, все ближе, я теперь знаю, понимаю, как, ну, теперь у меня, прям, начинает немножечко, такая, похожая на паническую атаку, когда тут начинает включаться, хорошо, давайте с этим, то есть, ну, более глубинные пластыри вылезли, давайте с этим, хорошо поработали с этим, она выступила, но потом пришла, говорит, я, я вот поняла, у меня, как бы вырезала, я сейчас вспомнила, из детства, вот это вот, что мне, там, пенялишь, приняли, там, да с тебя толку не будет, да ты не сможешь, да у тебя не получится, да ты не такая, это все вылезло, ну, и, да дальше, понятное дело, там, как-то, в психотерапию глубже, это вот демонстрация того самого погружения, мы, если туда идем, и там что-то есть, то там будет, конечно, страшнее и неприятнее, это факт. все мы молодцы, все рассказали, все рассказали, время так пролетело быстро, на самом деле, да, я сейчас тревожность изображу, мы все правильно рассказали, да, мы все, мы ничего не перемутали, нет, вот как-то так, ну что, тогда, что, всем спасибо, кто присутствовал, задавал вопросы, видео останется в фейсбуке, и потом мы его выложим. Просматриваем, да, мы обязательно ответим, мы сделаем либо видео ответ, ну, либо в комментариях ответим, сразу, если ответ будет достаточно, ну, прост, да, если его можно будет описать в двух словах. Спасибо, Максим. Ну, и на YouTube, на YouTube потом выложим тоже. Вот, ну, и, наверное, наверное, восстановим каким-то, сейчас у нас просто понятие, да, про, что, про какой-то регламент, мы, наверное, начнем регулярно выходить, в таком формате. Да, продолжим, продолжим формировать копилку наших НОП-ТВ эфиров, вот, обязательно, вот, так что, если у вас будут какие-то вопросы, и вам интересно услышать какую-то тему в раскрытом варианте, да, как можно проработать на уровне, что называется, самостоятельного применения техник, вот, будем об этом рассказывать, тоже пишите нам об этом, мы будем планировать эфиры, так, чтобы все это было, там, понятно, легко, доступно. Ну, тогда, тогда все. Всем спасибо, рады были видеться. Всем спасибо, да, всем хорошего вечера, да, и классного всего. Субтитры сделал DimaTorzok